Мошенники работают сразу по нескольким схемам. Рассылают на почту электронные письма, мол, нужно срочно оплатить долги по новым реквизитам. Звонят в разное время суток с реальными угрозами, представляясь судебными приставами. Подделывают официальные ресурсы на свои, фальшивые. Играют на чувствах, переживаниях должника. И это у них с успехом получается. Были и кредиты, и микрозаймы, и названия были также судебные приставы. Были моменты, что с карты списывали деньги, и человек уже знал, что он должен. И после этого были звонки, опять же, с других номеров. То есть человек изначально не знал, что звонят мошенники, потому что у него действительно была задолженность, у него действительно снимали деньги, и вот такие неприятные ситуации случались. Доверяйте только официальным источникам, а при оплате долгов пользуйтесь надежными сервисами. Однако и здесь нечистые на руку давно преуспели, рассказывают судебные приставы. Тщательно проверять необходимо внешний вид и адрес сайта. Мошенники часто создают поддельные. Разночтения с реальным и фальшивым ресурсом могут быть минимальными. Нередки случаи, когда реквизиты для оплаты долга могут видоизмениться всего на одну цифру. И прощай денежки. В ходе акции судебные приставы проинформировали граждан о возможности получения достоверных сведений об исполнительном производстве путем использования официальных источников сервиса Банк данных исполнительных производств, интернет-сайта ФССП России, личного кабинета на портале Госуслуг, а также с помощью недавно запущенного голосового бота Центра телефонного обслуживания ФССП России. Если вы сомневаетесь, что с вами общается сотрудник службы судебных приставов, то прервите разговор и уточните данные у своего пристава исполнителя, которые указаны у вас в постановлении о сбуждении исполнительного производства. Продолжение следует...